Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Новое назначение. Главврачом областной клинической больницы стал Олег Шалаев. И кросс, и стрельба. В Рязани прошел второй этап Кур-России по стрельбе из лука в дисциплине А-Черик-Росс. Собор Рязанских святых состоялось одной из главных торжеств в духовной жизни региона. В ОКБ назначили нового главврача. Им стал доктор медицинских наук Олег Шалаев. Подробности расскажем в нашем следующем материале. Встречу с коллективом ОКБ министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников начал с постановки главных задач, которые стоят перед регионом на данный момент. Там, где мы лечим людей, мы должны четко выделять фокус группы, которые будут нести существенный вклад в достижение ожидаемой продолжительности жизни, где меньшими. Если мы это все переведем в экономику, то вы тоже получите определенную вещь. Я просто хочу, чтобы все научились смотреть одинаково. Для того, чтобы мы достигали ожидаемой продолжительности жизни, как ни парадоксально, мы должны научиться регулировать общую смертность. Потому что показатели вот этого ОПЖ складываются из этого. По словам министра здравоохранения Рязанской области, для этого областная клиническая больница должна моделировать всю медицинскую сеть региона. На встрече Александр Пшенников также представил нового главного врача областной клинической больницы. Им стал доктор медицинских наук Олег Шалаев. Благо уважаемые коллеги, для меня очень большая честь стать одним из кем вашего коллектива, возглавить столь известное и во всех отношениях современное, продвинутое медицинское учреждение, которое очень хорошо известно не только в Рязанской области, но и в стране. Кроме того, в обращении к коллективу ОКБ новый главврач выразил уверенность в достижении ключевых целей в сфере здравоохранения, которые стоят перед регионом. Напомним, что с августа 2022 года Олег Шалаев возглавлял перинатальный центр Рязанской области, где активно реорганизовывал акушерско-гинекологическую службу. В борьбе с нарушением законных прав жителей региона задействованы разные ведомства. Один из контролирующих органов – прокуратура. Подключается, если другие инстанции своих функций не выполняют. Действуют прокуроры в разных сферах, в том числе в сфере охраны окружающей среды. Прокуратура Ермшинского района провела проверку исполнения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования на территории района. Установлено, что в нарушении требований закона в границах нескольких хельских поселений действуют несанкционированные свалки. Участки, использованные для размещения бытовых отходов, не соответствуют санитарным требованиям, что способствует распространению мусора на прилегающих территориях. По данному факту, прокуратура района направлена на два исковых заявления в Кадымский район и суд Рязанской области с требованием к администрации хельских поселений ликвидировать свалки. Другая поднадзорная сфера прокуроров – уголовная. Прокуроры Сторожиловского района поддержали гособвинения в отношении 33-летней местной жительницы, признанной виновной в неприбытии без уважительных причин лица, в отношении которого установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы к избранному месту жительства или пребывания в определенной администрации исправительного учреждения срок. Установлено, что приговором суда от 3 мая 2023 года в отношении подсудимой был установлен административный надзор на срок 8 лет. Освободившись из мест лишения свободы, она умышленно не прибыла к избранному ей месту жительства в течение определенного срока, что лишило органы полиции возможности осуществления контроля за ее поведением. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу. По данным управления Росгвардии, на территории региона 31 тысяча владельцев гражданского оружия. Суммарно у них на руках больше 58 тысяч единиц оружия. В управлении напомнили, как оружие-то правильно хранить и перевозить. Оружие можно брать с собой в отпуск или командировку. Об этом рассказали в региональном управлении Росгвардии. Правда, есть четкие правила его перевозки. Так, оружие ограниченного поражения нужно перевозить в кобуре, чехле или заводской укуборке. Оставляя оружие дома на время опуска, необходимо запереть оружие в сейфе и забрать ключи с собой. Также рекомендуется прикрепить сейф к стене или полу, чтобы исключить хищение оружия вместе с сейфом. Запрещается хранить оружие в условиях, не обеспечивающих его сохранность. Запрещено оставлять оружие в транспортном средстве, припаркованном на стоянках, парковках, обочинах дорог. Если в дороге владелец оружия решит остановиться в гостинице, то нужно использовать личный сейф, который установлен в номере. Такого хранилища может и не быть. Тогда оружие всегда должно быть под присмотром владельца. Хранение оружия осуществляется только гражданами, получившими соответствующее разрешение. Гражданин обязан обеспечить сохранность оружия и боеприпасов и исключить возможность их использования другими лицами, как в местной регистрации, так и временном пребывании. Нарушение правил хранения огнестрельного оружия. Статья административного кодекса. Штраф по части 4 статьи 20.8 кодекса об административных правонарушениях от 500 до 2000 рублей. Либо лишение права на хранение или хранение и ношение оружия на срок от 6 месяцев до года. В мае годовая инфляция в Рязанской области увеличилась, но при этом осталась ниже, чем в среднем по стране. Так, в регионе она составила 7,9%, а общероссийская 8,3%. О том, почему это произошло, расскажем далее. Продукты за год подорожали на 9,9%. Например, ускорился рост цен на молоко. Случилось так, потому что производители стали больше тратить на зарплаты сотрудников и доставку. Но чтобы не уходить в минус, все это включили в стоимость своего товара. Овощей на рынке стало меньше, сократились поставки из-за рубежа. Поэтому цены на картофель перестали снижаться. О непродовольственной инфляции рассказал представитель регионального отделения Банка России. Непродовольственная инфляция за месяц почти не изменилась. Она составила 7,3%. Рост цен могли заметить, например, покупатели обуви. Увеличились затраты производителей и поставщиков. При этом спрос на обувь был высоким. Елена Морозова объяснила. Так происходит, потому что спрос – один из главных факторов изменения инфляции. Если производителю видно, что его продукцию купят в любом случае, то и цены могут поднять. Заметить это можно, когда товар нужен, но на полках в магазине его мало. Значит, не успевают производить. Годовая инфляция в сфере услуг снизилась до 5%. Но на это, в частности, повлияла ситуация на рынке телекоммуникационных услуг. В мае прошлого года компании повышали стоимость месячной подписки на онлайн-видеосервисы. В этом же году она не менялась. Увеличилась стоимость туризма. Также рязанцы могли заметить рост цен на пассажирский транспорт. Проезд в маршрутке стоит теперь 36 рублей. В целом, за май рост потребительских цен в стране значительно ускорился. Банк России считает, что инфляцию нужно сдержать и достичь своей цели в ее показателе. Для этого будут приняты меры. Например, поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение более продолжительного времени, нежели в апреле. Анастасия Арн, телекомпания «Город». Впервые в Рязани проходит второй этап Кубка России по стрельбе из лука. В соревнованиях принимают участие спортсмены из семи регионов. Соревнуются они в дисциплине «Ачери-кросс». На старте Ольга Уколова, спортсменка из Самарской области. Она мастер спорта по стрельбе из лука, но сегодня еще и легкотлет. Сначала у нее кросс один километр, а после стрельба из лука. Это второй этап Кубка России по стрельбе из лука. Дисциплина «Ачери-кросс». По сути, тот же биатлон, только вместо винтовки, лук и стрелы. Километровый кросс, четыре выстрела, за каждую не сбитую мишень, штрафной 70-метровый круг. И снова на кросс. Вот это новый формат в лесопарке. Он тоже очень классный, потому что ровная асфальтированная дорожка. Скажем так, можно уже планировать темп. И в этом большой плюс. Всего нужно пробежать три круга. После каждого свой рубеж. Сначала стойка, потом колено, потом снова стойка. Ольга Уколова призналась, что в этот раз стойка ее подвела. С колена она настреляла куда лучше. Потому упор в тренировке будет делать именно на этот рубеж. Тем не менее, дисциплину она закончила в тройке лидеров. После женского этапа – мужской. Дистанция у парней больше. Три круга по 1200 метров. Рубежи те же. Здесь, говорят, судьям забег интереснее. Легкоатлеты соревнуются со стрелками. Проще легкоатлета научить стрелять из лука, чем лучника бегать, я так скажу. Это уже из опыта многолетнего. Лучника немного другая работа. У них работа на результат. И, соответственно, одна ошибка может все порушить. Здесь, как и в любом биатлоне, в принципе, можно ногами эти ошибки, так сказать, уравнять. Всего во втором этапе Кубка России по стрельбе из лука спортсмены из Челябинской, Самарской, Калужской, Московской, Ярославской областей. А также из самой Москвы и Республики Башкортостан. Рязанцев пока нет. Однако организаторы надеются, что они примут участие в следующем этапе. Сейчас у нас проходит такой формат. У нас пять Кубков России. Вот это второй этап Кубка. И третий, соответственно, в Рязани будет. Четвертый этап Кубка у нас будет в Брянске. Пятый этап в Калуге. И по сумме этапов у нас от Федерации Российской стрельбы из лука денежное вознаграждение. Следующий этап пройдет уже в эту пятницу на стадионе ЦСКА. После спортсменов ждут другие дисциплины и другие города. Задача при этом останется прежней. Стать лучше во всем. То есть победить. Одно из главных торжеств в духовной жизни нашего региона – День памяти святителя Василия Рязанского из всех святых нашего края. В Кремле состоялась божественная литургия, приуроченная к празднику. Ее возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Собор Рязанских святых – праздник памяти святых, которые, как говорят духовники, просияли на нашей земле. В этот день в Соборе Успения Пресвятой Богородицы прошла божественная литургия. Ее возглавил митрополит Рязанский Михайловский Марк. Призри с небесе Боже, и виждь, и посети виноград сей, и утверди, и Его же насади, тесница Твоя. Многие святые, которые сейчас воспринимаются как святые других епархий, были в древности почитаемыми, как святые нашей Рязанской земли. Среди них самые разные подвижники. Это святители, и прежде всего, конечно, святитель Василий, епископ Рязанский. Праздник которого, связанный с перенесением мощей, приходится на сегодняшний день. Василий Рязанский жил в 13-14 веке и был епископом. О его целомудрии и чистоте души повествуют летописи и устные предания. Уделом святого стало неустанное служение Господу. Он восстанавливал храмы, укреплял веру в душах людей. Чудеса, которые Василий Рязанский являл и в период своего земного служения, и после кончины стали неоспоривым свидетельством того, что он Божий избранник. День всех святых в земле Рязанской просиявших для любого рязанца – день особенный и радостный. Почему? Потому что, когда мы прославляем святых, мы уже привыкли к тому, что они жили где-то и когда-то. А рязанские святые ходили по этой же земле, дышали этим же воздухом. И были в тех же условиях, в которых мы сейчас живем. И они достигли святости. Для нас это пример воодушевления к тому, что в наших трудах, в наших нелегком пути к Богу, у нас есть такие со-молитвенники, которые прекрасно нас понимают. Среди известных подвижников нашей земли также почитают блаженную любовь Рязанскую, которая с детства возлюбила Христа и щедро делилась этим чувством с окружающими. Верующие обыкновенно обращаются к ней с молитвы в скорбях и печалях. Сегодня на божественной литургии вспоминают и ее вместе с другими святыми, что являли чудеса на Рязанщине. Всего почти 90 имен. И сегодня небо соединяется с землей. Мы входим в духовное пространство, общение с нашими святыми, которые покровительствуют нашей земле, покровительствуют жителям, которые здесь живут. Поэтому, конечно, каждый человек, живущий на Рязанщине, должен чтить этот день, помнить память наших святых, потому что в первую очередь мы к ним обращаемся в молитвах о нашем Отечестве, о наших близких, о мире, о любви. Мы в горе имеем сердца, имя мы по Господу, благодарим Господа. После литургии духовенство и миряне прошли крестным ходом вокруг соборов Рязанского Кремля, завершив торжество молитвой в стенах Христорождественского собора, где хранятся мощи святителя Василия Рязанского. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова